ну здравствуйте давайте начнем наш семинар значит тема семинара это проблема связанная с расчетом таможенных платежей сразу вас предупреждают конечно достаточно такая большая и сложная тема и в принципе для вас не секрет что в основном этот семинар он носит такой рекламный характер чтобы вы пришли на нормальный курс внешнеэкономической деятельности который у нас здесь есть и соответственно здесь я просто хочу с вами обсудить вот ту задачу которую я даю на этом семинар на этом курсе она на самом деле является одной из двух зачетных то есть по идее вот этот самый расчет вы должны сделать сам значит первая проблема которая здесь возникает дело в том что у нас периодически начинают путаться в понятиях у нас путают себестоимость инвойственную цену и таможенную стоимость которые собственно говоря у нас и будут браться таможенные пошлины как правило именно с таможенной практике вы сталкиваетесь аж с тремя понятиями вот аж с тремя понятиями у нас есть понятия на таможне таможенная стоимость фатурная стоимость и статистическая стоимость начнем мы с понятия фактурной стоимости с этим все очень просто фактурная стоимость это та стоимость которая указана в носе она естественно если люди исчисляется в той валюте который у вас ведется коммерческое взаимодействие с поставщиком валюта ценообразования валюта платежа а вот именно это сумма и будет фигурировать в валютном контроле именно за нее вам и придется как-то перед банком отчитывать но это самая фактурная стоимость никоим образом не является таможенной никоим образом не является себе стоимость хотя принципе может совпадать дело тут на самом деле в инвойсе у вас помимо стоимости товара могут присутствовать самые разные дополнительные услуги которые вам оказывал поставщик и за которые он естественно с вас берет деньги возможно вам приходилось слышать такое такое слово инкотермс это все тоже разбираются у нас в курсе и вот инкотермс в первую очередь и определяет какие дополнительные услуги какие дополнительные плюсики вам ваш поставщик включил в цену товар она может быть разной то есть одно дело если у вас идет самовыл со склада совсем другое дело если вам доставили товар до какой-то точке это разные условия катармс и естественно тогда в стоимости товара будет включена еще и перевозка если она туда не включена это означает что вы ее должны добавить себестоимость товара это что такое это все наши расходы до нашего склада подчеркиваю себестоимость товара не путать себестоимостью готовый продукт себестоимость товара это все наши расходы до нашего склада в первую очередь естественно в себестоимость товара будет попадать стоимость перевозки попадает ли она в таможенную То есть ту стоимость, с которой будут браться таможенные платежи. Обратите внимание, что если фактурная стоимость у нас в валюте контракта, то таможенная стоимость она всегда в рублях. Попадают ли туда транспортные расходы? Да, попадают. Но только до таможенной границы. Или сейчас можно говорить граница ЕАЭС. И естественно вы должны обязательно помнить, что у вас будет какая-то часть перевозки, которая не включается в таможенную стоимость, но при этом входит в себестоимость. Вот это вот отличие вы естественно должны учитывать. Кроме того, в себестоимость у вас еще будут ходить таможенные платежи, о расчете которых мы, собственно говоря, сейчас будем вам рассказывать. И естественно то, что вы заплатили на таможню, это к себестоимости тоже будет добавлено. Обращаю ваше внимание на то, что у нас помимо фактурной и таможенной стоимости есть еще третья стоимость, которую вы тоже в таможенной декларации можете увидеть. Это статистическая стоимость. Статистическая стоимость это стоимость в долларах США, причем приведенные к условиям НКТРМС и ЦПТ. Ну в общем случае это та же самая таможенная стоимость, но измеренная в долларах США. Она используется, ну в силу там некой традиции, может это уже такая практика не очень патриотично выглядит, но в силу традиции именно доллар США и соответственно статистическая стоимость используются для определения так называемого индикатива, о котором у нас чуть позже тоже речь пойдет. Индикатив это в общем случае статистическая стоимость поделенная на вес НЕТ, то есть сколько долларов за килограмм стоит ваш товар. Вот этот вот показатель таможня достаточно активно используют для того, чтобы определять насколько адекватна вообще та таможенная стоимость, которую вы хотите заявить. Итак, мы с вами останавливаемся на чем? Нам надо определить таможенную стоимость товара, поскольку именно с нее в первую очередь и будут считаться таможенные платежи. Я уже сказал вам общий принцип. Для того, чтобы рассчитать таможенную стоимость на товар, вы берете стоимость инвойса, добавляете к нему доп. расходы, в первую очередь транспорт. В принципе туда может попасть и страховка до таможенной границы, и какие-то услуги брокера до таможенной границы, и какие-то там перегрузки, хранения до таможенной границы. Все до таможенной границы. Вот все то, что там, это мы включаем в таможенную стоимость. Но не забывайте, что вот этот вот подход, который я вам сейчас озвучил, он конечно считается базовым, самым правильным, основным. Это называется метод по стоимости сделки с возимыми товарами. То есть в этом случае вы действительно расшифровываете вот все то, что там в этом методе написано, все то, что у вас в инвойсах написано, предоставляете подтверждающие документы, обосновываете таможенную все, то, что вы туда включили. Потом считаете стоимость по каждому товару, то есть по каждому коду ТНВ. Ну вот в результате вы пришли к таможенной стоимости. Но понятно, что все мы взрослые люди и понимаем, что бывает по-разному, там и занижают какие-то расходы, и просто там пропускают через офшоры и ставят очень низкую таможенную стоимость. Вот поэтому таможня это все может контролировать. И она в определенных случаях может вам заявить, что не принимает она вашу декларацию по таможенной стоимости, она им кажется слишком низкой. И вот давайте мы будем декларировать как-то по-другому. Сразу хочу вас предупредить. Здесь есть один очень важный момент. Вот если вам таможня действительно официально ответила, да, вот этот вот метод мы не принимаем, потому что, ну, например, у вас ошибки в инвойсе, и инвойс у вас уже не подтверждает таможенную стоимость. Вот в этом случае, да. Но очень часто таможня может вам просто заявить, ну, вы знаете, не нравится мне ваша стоимость, вы ее сами поменяйте. Вот скажите, что вы вот с ней сами не согласны, вы декларируетесь по-другому. Ну, вы-то можете задекларироваться, но вы помните, что при любой проверке вот эти вот все высказывания таможни будут равны нулю. То есть, в принципе, это вы сами расписываетесь под тем, что у вас в бизнесе что-то не совсем по порядку. То есть нужно не соглашаться. Нужно наставить на свое, не соглашаться. Ну, понимаете, тут вот, опять-таки, это разговор надолго, он выйдет за рамки семинара, настаивать на своем можно. Но это будет очень сильно зависеть от того, в какой компании вы работаете. Если вы действительно работаете в каком-то гранде, ну, в этом случае все достаточно просто. Ну, и часто, чаще всего так и получается, так сказать, таможенники сейчас тоже достаточно пуганные, ну, на низовом уровне, и они-то шалить сейчас тоже зачастую опасаются, они вам говорят, что, ну, мы с вами не согласны, мы вас выпускаем под обеспечение. Вот это законная ситуация. То есть они говорят, что вот вы товар забираете, в декларации все будет, как вы написали, но вы донесите денег официально. То есть это не какие-то левые деньги, официально все оформляется. Если вы потом докажете, что вы правы, ну, вам эти деньги вернут. Практика такая была у меня, тоже это было. Вот. Ну, возвращать, конечно, долго, муторно людей, которые это делают, не очень любят. Вот. Но если вы работаете в гранде, ну, да, крупные компании, они могут позволить себе и суды, и адвокатов, которые на этом специализируются. Ну, а мелкий бизнес, он потихонечку вышибается в внешнеэкономической деятельности. Это, к сожалению, банальность. Вот. Ну, упереться и настаивать на своем можно, пожалуйста. Я вот в роли малого бизнесмена это делал. У меня там, правда, не с таможенной стоимостью было, на самом деле было покруче. Ну, а это все сейчас не имеет особого отношения. Значит, что происходит, если оспорили? Ну, вот тогда работают следующие методы. Кратенько, что это такое? Идентичные однородные товары. Это значит, смотрим статистику. Есть ли аналогичная поставка? Если полностью совпадает, ну, вот это идентично. Есть какие-то отличия, но товары все-таки взаимозаменяемые. Это однородные. Сложение вычитания. Сложение, значит, запрашивают калькуляцию себестоимости от поставщика. Если вычитание, то наоборот, берется цена на внутреннем рынке, начинают там минусовывать логистику, минусовывать налоги, какую-то прибыль посредника. Ну, в итоге приходит таможенная стоимость. Естественно, это не таможня делает, вы сами таможню приносите, обосновываете, она либо принимает, либо не принимает. Ну, и резервный метод. Теоретически, это просто предыдущие комбинированные с большей степенью свободы. Но, по факту, это попытка отсылки к тому же самому индикативу, который, ну, в общем-то, не с потолка берется, под ним тоже какие-то там основания есть. Ну, хорошо. Значит, предположим, мы с вами просчитали таможенную стоимость. Указаны задачи, здесь вообще все просто. У нас есть по каждому товару какая-то сумма. У нас есть стоимость перевозки. Эту стоимость мы можем распределить на все товары. Вот. Тут есть один маленький нюанс. Значит, распределять ее, в принципе, надо бы по весу брута. А соотношение брута на это, оно может быть различным. Вот. Ну, как бы там ни было, предположим, мы сформировали эту таможенную стоимость. И мы предполагаем, что таможня у нас ее оспаривать не будет. Какой у нас будет, какая у нас будет следующая задача? Следующая задача, после того, как мы разобрались с таможенной стоимостью, нам нужна будет классификация товара. Почему? Правильная по классификации товара, по ТНВ, позволит нам четко определить, какой пошлим мы здесь будем платить. Обычно я советую для классификации товара использовать сайт. Ну, это, конечно, дело вкуса. Я обычно использую сайт tks.ru Вот. Очень полезный, на мой взгляд, портал. И на этом портале вы можете посмотреть, ну, скажем, вот, дерево ТНВЭТ. И там попытаться найти по классификации вашего товара. Мы сейчас с вами не будем разбирать детально, как эта классификация осуществляется. Там есть свои правила, свои особенности. Вот. Подробнее на основном курсе мы это с вами будем обсуждать. Пока я хочу вам сказать общий принцип. Значит, для того, чтобы правильно классифицировать товар по ТНВЭТ, надо ответить на три вопроса. Что это такое? Из чего это сделано? И в каких целях будет применяться? Предмет, материал, целеиспользование. В нашем случае это что такое? Этажерки бамбуковые. Это что? Это мебель. Мебель из бамбука. Мебель для обстановки дома. Ну, вот так и попробуем. Мебель. Бамбук. Ну, вот смотрите, у нас здесь есть два кода. Кстати говоря, второй код, это как раз у нас тоже нам нужен. Там у нас, по-моему, еще что-то. Бред, что ли, к вам был. Вот, то есть мы одним ходом сразу нашли две ставочки. Давайте мы с вами посмотрим, что это такое. Вот здесь, на этом сайте, как организовано. У нас есть вот тут вот два значка. Значок процент и значок вот такой лист бумаги. Значит, когда, если вы сами будете здесь копаться, вы имеете в виду, что вот этот вот лист бумаги, он, в общем-то, желателен для прочтения. Почему? Это так называемые комментарии. Здесь вам, ну, постараются пояснить логику классификации. Что в этот код входит, что не входит. Почему это входит, это не входит. А если вот это вот не входит, то где это вообще надо смотреть. Значит, ну, вот, скажем. Чертежные столы. С укрепленными инструментами, значит, надо смотреть вот по этой товарной позиции. Ну, и так и подобное. Ну, сразу забегая вперед, хочу вам сказать, что наш случай сюда не попадает. А вот, поэтому мы сразу можем нажать процент и посмотреть, что здесь придется платить. Ну, вот, вы видите прям сразу, что у нас здесь есть импортная пошлина. 10% от чего? От таможенной стоимости. Плюс евро ставка. Такая таможенная пошлина называется комбинированная. Бывает, значит, адвалорная или стоимостная, когда только процент. Бывает специфическая, когда евро ставка. А вот когда и то, и то, и надо либо сравнить, либо суммировать. Вот это называется комбинированная. Так, ну что, значит, давайте тогда потихонечку это буду как бы записывать. Мы все-таки к чему-то прийти должны в итоге. Значит, у нас... Давайте я снова задачу выведу. Этажерти, табуретки, сувениры, ткань. Давайте я это сделаю. Этажерти, табуретки, сувениры, ткань. Значит, занесем вес броута 1500, 1500, 1000 и 1000. Это у нас гросс вес. Значит, метавес у нас по задаче разница 10% для ткани 5. Значит, ну, это означает, что я просто сейчас не придираюсь. Поделюсь, поделюсь на 1,1. Здесь на 1,05. Цена... Вот так, у нас 3000, 3000, 1200. Естественно, это все в долларах. Давайте, значит, попробуем посчитать транспорт. Сколько у нас ляжет на каждый товар. Здесь у нас пойдет простейшая пропорция. Общий вес у нас равен... 5000 килограмм. Значит, поскольку мы тратили на стоимость перевозки 8000, предполагается, что это до таможенной границы, то мы с вами на одну позицию считаем следующим образом. Равно 8000, делить на 5000 и умножить на 1500. Ну, и таможенная стоимость. Значит, курс доллара какой там сегодня, не помню. Ну, не важно. Давайте возьмем 60, не будем продираться. Значит, соответственно, у нас будет цена плюс транспорт и умножить на 60. Вот это? Я тоже хотел бы посмотреть формулу для чейки транспорта. Транспорт, да. Да, пички, да, каким-то причем. Ну, простейшая пропорция. Я поделил на общую сумму, на общую стоимость перевозки. И потом домножил на вес брута по данному коду. И считаем таможенную пошлину. Так, значит, я напишу таможенная пошлина 1 и таможенная пошлина 2. То есть у нас будут две таможенные пошлины, поскольку у нас в процентах и специфическая. И вот по этажеркам мы с вами сколько там нашли? У нас 10% плюс 0,13 евро. 10% И плюс 0,13 евро за километр. Для второго кода у нас табуретки тоже бамбуковые. У нас уже этот код найден, месяц для сидения. Здесь 10% плюс 0,07 евро. Они у нас складываются, правильно? Плюс, да, складываются. Ну хорошо, что там еще у нас было? У нас было сувениры. Ну, скажем, сувениры. Давайте поищем. Сувениры. Дерево. Ну, давайте. Просто сувениры. Ничего не надо, да? Так. Сейчас у нас много будет. Тогда давайте вот так вот. Сувениры. Отварочные изделия. Деревянные. Так. Шпалы, изделия столярные. Потрясающе. Что, у нас опять со связи, что-то проблема? Так. Все слетело? Отлично. Переведите. Так. Так. Да. Так. Продолжение следует... 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 Значит, мы с вами считаем таможенную пошлину в соответствии с тем, что я вам описал. То есть мы должны взять сумму таможенной стоимостью, умноженной на ставку первую, плюс евро ставка. Понятно, что тут надо еще, ну давайте евро у нас будет 75 рублей. Тут надо еще курс евро учесть и умножить на вес нетта. Вот такая вот схемка у нас будет. В принципе, вот эту формулу мы можем растянуть. Она и для этой будет работать, потому что здесь ноль, как бы программа автоматически вторую часть формулы нам обнулить. Она не будет евро ставку считать. Итак, у нас общая сумма таможенной пошлины уже есть. Можем сделать. Можете сказать, что мы умножаем таможенной пошлины? Еще раз, инвайс процентов. Карту общую сумму посчитали. Просто просуммировал таможенные пошлины по всем ходам. А что вы на нетта вес умножали? Что вы умножали на нетта вес? Значит, давайте еще раз. Я тут сделаю побольше. Смотрите. Значит, у нас таможенная стоимость может считаться, таможенная пошлина может считаться тремя способами. Если у нас таможенная пошлина адвалорная, вот как вот в двух последних случаях, мы ее можем посчитать просто как процент. Сейчас я поправлю формулу. Мы ее можем посчитать просто как процент от таможенной стоимости. Это самый простой случай. Если бы у нас была только евро ставка, то мы должны были бы вот эти вот 0,13 евро умножить на какой-то натуральный показатель. В данном случае это вес нетта. Но бывают и другие. Например, за количество, за штуку могут взиматься. А поскольку у нас комбинированная здесь ставка, то получается, что мы в формуле берем оба компонента. Вот смотрите. Вот первая часть у меня, вот это то, что я выделил, это подсчет по проценту. А вторая часть вот этого, это по евро ставке. То есть мне это вес, когда евро ставки нужен? Если у меня, когда комбинированная. Ну, у нас запись же идет, вопрос, вас просто туда не едет. А куда мне отказать? Если у меня есть процент пошлины на ТНВ, мне надо не это вес учить? Там это будет написано, понимаете. Бывает ситуация, когда в коде пишется плюс. Вот у нас было написано плюс. А бывает так, что там пишется в зависимости от того, что больше. Бывает так, что сравнивают, а бывает так, что складывают. То есть это будет зависеть от той формулировки, которую вы увидите по данному конкретному коду. По пошлине понятно? Но это не все. У нас помимо таможенной пошлины, пошлины на таможне платят еще акциз и НДС. Акциз мы с вами опустим, это несколько специфический вариант. А вот с НДС мы разберемся. Значит, по правилам у нас расчет идет каким образом? Вот это вот, послушайте, это важно. У нас таможенная пошлина считается от таможенной стоимости. Ну, либо от натурального количества. Акциз считается от суммы таможенной стоимости и таможенной пошлины. А НДС считается от суммы таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза, если он есть. У нас его нет, поэтому мы с вами будем считать НДС от суммы таможенной стоимости и таможенной пошлины. Ставка НДС у нас 18%. Значит, сумму я вам посчитал вот здесь. Следовательно, НДС, который у нас получается, мы просто за счет умножения находим. Таким образом, у нас получается, что общая сумма, которую нам придется занести на таможню... 314,538. Ну, на самом деле, там кое-что надо будет добавить, потому что там есть еще таможенный сбор. Но это, как правило, сумма не принципиальная. Она зависит от таможенной стоимости. Ну, и там ступенчатые изменения, в данном случае там в районе 5000 рублей будет. То есть, это вообще попадет в какое-то колебание по... В колебание курсов от дня платежа до дня регистрации. Ну, вот, в принципе, все. Такой вот расчет. В более подробном виде на курсе. Здесь есть еще один нюанс. Дело в том, что ставка таможенной пошлины, она еще в определенной степени будет зависеть от стороны происхождения товара. И в некоторых случаях ставка таможенной пошлины может в результате обдулиться. А бывают ситуации, когда она домножается на 2. Это будет зависеть от стороны происхождения товаров. Причем в последнее время у нас появились определенные новеллы, связанные именно со стороны происхождения. И там будут определенные сюрпризы, скорее всего, в обозримом будущем. Связанные с применением вот этой самой преференциальной системы. Ну, вот в первом приближении то, что хотел вам рассказать. Какие вопросы остались? Слушатели вебинара. Так, пока определяется с вопросом, еще одну вещь скажу. Значит, имейте, пожалуйста, в виду, что я вам, естественно, рассказал нормальную ситуацию, которая будет иметь место в общем случае. А на практике все несколько сложнее. И вот то, что я там искал, вот так вот, ну, в одно касание, какую-то классификацию, это, в общем, пока еще ни о чем. Вот, дело в том, что таможня, она может придерживаться своей точки зрения на то, как надо классифицировать тот или иной товар. У меня были ситуации, когда один и тот же товар, но на разных постах от меня требовали, по-разному классифицировали, чтобы по-разному я ее классифицировал. Были ситуации, когда там, ну, вообще такие вещи я там от таможенников слышал, вот там новый приказ, там разъяснение пришло. И теперь это не это, а это. Вот, то есть тут, возможно, определенные сюрпризы. По таможенной стоимости, ну, вот, если у вас идет сильное отличие от контрольных показателей, которые есть на таможне, здесь они к этому могут привязаться, потребовать обеспечения и так далее, и так далее. Вот, поэтому я вообще придерживаюсь той точки зрения, что все вот эти вот предварительные расчеты, они в основном нужны для чего? Ну, чтобы мы хотя бы притянули, во что нам это может обойтись, имеет ли смысл нам вообще работать с этим товаром. А когда речь встает об организации, естественно, надо выходить на какой-то диалог. Вот это вот как раз та ситуация, когда нужен таможенный брокер. Вот, когда там можно задать какие-то предварительные вопросы, узнать, не было чего-то подобного. Ну, вот эту вот поставку, в принципе, надо готовить. Сейчас с этим стало несколько проще, вот, но все равно определенные сложности остаются. Ну, все, спасибо за внимание. Значит, так, по вопросам. Запись вебинара, да, должны ее выложить. Думаю, что она там будет. Как отстоять свою позицию? Отстоять свою позицию, в общем-то, очень просто. Во-первых, надо добиться того, чтобы у нас все было идеально, параллельно перпендикулярной подпиской посыпано песком. Убедиться, что у вас нету никаких ошибочек в документах, что у вас полностью совпадают все подписи, что у вас нету никаких сложностей там с оформлением, что у вас нигде нету никаких отклонений, чтобы все было идеально. А это тоже не так просто, потому что косячат за кордоном гораздо больше, чем у нас. И второе, приготовиться к очень длительному разбору. То есть там и судебное разбирательство, и определенные гадости в обратную сторону. То есть таможню тоже что-то в вашей деятельности будет не устраивать. Там будут затягивать выпуск, там много чего. Но обычно, если удается вот свою позицию отстоять пару раз, потом уже с вами не связывается. Все идет по накапливанию. Запись я останавливаю. Так, где у нас одна? Так, куда? А вот.